Всем здравствуйте, кто присоединился или смотрит это видео в записи. Этим уроком я начинаю целый курс по английскому языку. Курс будет более ориентированный на американский английский, но будем рассматривать также и британский вариант. Это первый урок, самые самые азы. Если кто-то раньше английский учил, то, наверное, будет неинтересно. Эти вот первые уроки будут для самых новичков. И я надеюсь, что будет у меня возможность продолжать делать эти уроки, и мы со временем продвинемся дальше уже на средней и продвинутой уровне. Ну, давайте начнем. Урок будет сегодня посвящен глаголу to be as i, u, e, we. Мы будем рассматривать. У нас будет сегодня глагол to be тоже встречаться с винистым числом, но мы его подробно рассматривать не будем. Значит, на этом уроке мы познакомимся с глаголом to be, а с i, u, e, we. И цель урока в конце у нас будет научиться сказать, как нас зовут, да, и откуда мы. Это основные. Будет немножко больше материала дано, но основная цель урока, она рассказать, значит, имя свое, да, и откуда мы, да, приехали, допустим, или откуда мы родом, где мы родились. Так, первый слайд. Давайте прослушаем аудио и попробуем понять, что говорит женщина это. Включаю аудио. Давайте послушаем. Давай еще раз. Я надеюсь, что все смогли понять. На следующем слайде мы увидим, что она сказала. Сказала она, hello, my name is Isabella, I am from Spain, I am 18 years old. Она сказала, привет, меня зовут Изабелла, my name is Isabella, I am from Spain, I am 18 years old. Привет, это hello, есть еще варианты, мы их узнаем дальше на уроке. My name is Isabella, да, мое имя is Isabella. Это как раз вот еще один вариант глагола to be, который мы сегодня подробно не будем рассматривать. Но я бы хотел сделать ударение на том, что, смотрите, в русском языке мы говорим, меня зовут, она бы сказала, меня зовут Изабелла, допустим, да. В английском будет обязательно глагол to be присутствовать, искай my name, меня зовут, мое имя из Изабелла, есть Изабелла. Это очень важный пункт, на самом деле, и он преподается одним из, одним либо первым, либо одних из первых, но в нашем случае это будет первое правило употребления глагола to be всегда в предложениях с прилагательными или когда мы говорим, что что-то есть, да. По-русски мы говорим, меня зовут Изабелла, по-английски мы говорим, мое имя есть Изабелла, мое имя есть Изабелла. В русском языке, кстати, когда-то такое тоже было, в древнерусском, но оно у нас ушло. Если помните, там где-то в Библии, по-моему, да, есть я есми, да, я есми, в современном будет я есть, что-то там, да. И, my name is Изабелла, I am from Spain, я из Испании, вот смотрите опять форма глагола to be, I am, я есть из Испании, I am 18 years old, мне 18 лет. Цифры, ну, я думаю, что, наверное, абсолютное большинство знает цифры на английском языке, хотя бы до десяти, но в любом случае мы будем проходить дальше, на этом уроке мы их не будем проходить, но на следующих все-таки мы с ними познакомимся, если кто-то не знает, будет полезно. Ну, на этом уроке мы не будем на этом сильно останавливаться. I am 18 years old, мне 18 лет. Да, мне есть 18 лет. Также вот эту фразу I am 18 years old на русский дословно не стоит переводить. Ну, вообще, на самом деле, в английском языке, наверное, большинство предложений переводится по смыслу, поскольку все-таки построение немножко другое предложение. Давайте, поехали дальше. Давайте, поехали дальше. Давайте, прослушаем еще одно аудио. Hi, I am Advika. I am from small village in India. Еще раз. Hi, I am Advika. I am from small village in India. Ну, тоже достаточно коротенькая и простая фраза, да, речь. Вот что она сказала. Hi, I am Advika. I am from small village in India. Hi, еще один вариант. Привет. I am Advika. Я Advika. Вот, заметьте, там было my name is, да, а здесь I am. Там было меня зовут Изабелла, здесь я Advika. I am Advika. Я есть Advika. I am from small village in India. Я из маленькой деревни в Индии. I am, я есть из маленькой деревни в Индии. I am from small village in India. Хорошо, я надеюсь, что всем сейчас все понятно. Давайте двинемся дальше. Еще один диалог у нас, а не диалог, извините, монолог. Давайте слушать. Hey, my name is Justin. I am from New York City. Ну, и еще раз для тех, кто не смог уловить. Hey, my name is Justin. I am from New York City. Хорошо, давайте посмотрим, что же он сказал. Hey, my name is Justin. I am from New York City. Hey. Эй, да? Ну, можно как эй перевести, в этом случае можно опять перевести как привет. Hey, my name is Justin. I am from New York City. Давайте попробуйте сами вот сказать Hi, I am и свое имя или my name is и свое имя. Повторите по нескольку раз, чтобы закрепить. Ничего сложного. Пока что у нас все очень просто. Ну, поехали дальше. Еще у нас будет сейчас одно аудио и у нас будет, у нас есть несколько вариантов, из которых надо выбрать, что он сказал. Тоже прослушаем два раза. Hi, my name is Dennis. I am from France. What is your name? Hi, my name is Dennis. I am from France. What is your name? Привет. Меня зовут Денис. Я из Франции. I am from France. What's your name? Здесь уже у нас есть сокращение, но мы сейчас с ними познакомимся. Так, на следующем, вот на этом слайде нам надо с вами, сразу хочу обратить внимание на вот эти сокращения. Мы сейчас чуть попозже, буквально через пару минут с ними познакомимся подробнее. Здесь надо прослушать аудио сейчас и вставить пропуски. Вот внизу у нас есть варианты. Варианты и надо будет выбрать правильные слова. Давайте послушаем. Hi there. I am Carol from Canada. Where are you from? Еще раз. Hi there. I am Carol from Canada. Where are you from? Hi there. I am Carol. I am Carol from Canada. Вот это, вот это. Where are you from? 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 Ну что же она сказала? Hi there. Ну это опять форма приветствия, типа нашего привет. I am, да? I am. I am. Сокращенно тут. I am Carol from Canada. Я Carol из Канады. From Canada. Из Канады. Where are you from? Вопрос. Where... Переводится как где. Да? Ну, здесь откуда? Откуда вы? Where are you from? Hi there. I am Carol from Canada. Where are you from? Привет. Я Carol из Канады. Откуда вы? Вопрос, да? Хорошо. Ну давайте, значит, рассмотрим глагол ЗУБИ теперь поподробнее. ЦУБИ – это быть. Вот в переводе это быть. Без частички ЦУ, без вот этой. А просто БИ – это будь. Повелительное наклонение. БИ – будь. ЦУБИ – быть. И вот оно изменяется. Полностью меняет свой внешний вид и звучание, да? С I, то есть я, произносится, имеет форму I am. I am. I am. Для множества числа глагол ЗУБИ приобретает форму are. Are. You are. We are. То есть вы, мы, есть, да? You в английском языке всегда множественная. Всегда множественная. Это всегда вы. Обращайтесь вы к одному человеку или группе людей. Это всегда будет множественное число. То есть нету у них ты в современном языке, есть вы. Было когда-то ты, произносилось как thou. У Шекспира, если читать в оригинале, можно встретить. Но сейчас нет. Сейчас не используется. Ну и так, для общего развития, то, что мы сегодня не будем рассматривать подробно, это is для единственного числа. Имеет там he is, she is, it is, да? Это для единственного числа. То есть она есть, он есть, это есть. She is, he is, it is. Для единственного числа. Так, на этом слайде прочитайте то, что написано. Попробуйте догадаться, о чем речь перевести. Я вам дам буквально ну 20-30 секунд и продолжим. Что вы хотите сделать? Я вам дам буквально. Попробуйте. И мы будем смотреть. Время. Уважаем. И мы можем... Получается,ray. Мы можем... Получается, что он будет. Помогаем. Мы можем... у всех получилось. Давайте я теперь прочитаю и будем переводить. I'm Tony. I come from Italy. Я Тони. Я родом из Италии. Вот смотрите. I come from Italy. Это не я приехал из Италии, потому что было бы came from Italy. Это именно I come from Italy. Я родом из Италии. Имеет смысловую нагрузку. I'm Tony. I come from Italy. I'm Peter. I'm from Australia. Where are you from? I am Peter. I'm from Australia. Where are you from? Я Питер. Я из Австралии. Откуда вы? Вот разница. Видите? I come from Italy. И I am from Australia. То есть я родом из Италии или я из Австралии. В принципе, смысловая нагрузка тоже самая, просто немножко разные варианты, как сказать, да, также как по-русски. I'm Peter. I'm from Australia. Where are you from? Я Питер. Я из Австралии. Откуда вы? Вот этот вопрос. Where are you from? Тоже запомните. Where are you from? Откуда вы? Ну и последнее. I'm Jamal. I'm William. We are from the US. Я Jamal. Я William. Мы из Соединенных Штатов. Вот три варианта у нас есть. I come from Italy. I am from Australia. We are from the US. Мы из США. Мы из Соединенных Штатов. Здесь сокращено. I am и we are. То есть у нас есть с вами глагол to be с I и глагол to be с we, с мы. Ножное число становится are. Здесь тоже сокращение. Сейчас мы с ними познакомимся. Вот у нас табличка с сокращениями. Это long form и short form. Long form – это длинная форма, да? Short form – короткая форма. I am from Russia. I'm from Russia. You are from Russia. You are from Russia. We are from Russia. We are from Russia. Видите, да? Ну, в разговорной речи, конечно же, всегда употребляется короткая форма, за исключением, если вы хотите именно сделать ударение на глаголе to be. По какой-либо причине, допустим, хотите подчеркнуть, что вы из России, да? Вам говорят, вы не из России. Вы говорите I am from Russia. Это вот ударение делаете на глагол to be, именно чтобы подчеркнуть, что я есть, да? Я из России. Вот в этих случаях M или R в глагол to be выделяется, а всех остальных, конечно, в повседневной речи произносится короткая форма. И вот произношение. Ну, мы здесь, хотя у нас, как я сказал, ударение на американский, английский, британский вариант, мы тоже будем рассматривать для общего развития. Ну, или, может, кому-то это надо будет. Разницу между британскими и американскими английскими всегда лучше знать. Значит, британское варианте we are – это we are. We are. Допустим, we are here, да? We are here. Мы здесь. We are here. We are here. We are. We are. We are. Есть такое правило, что если следующее слово начинается с гласной, то обычно are появляется. Здесь её нету. А вот звук are появляется. Но он очень невыраженный. We are hungry. We are angry. We are angry. Мы злые, да? Мы злые. We are angry. Мы злые. Are немножечко начинает обозначаться, если следующее слово начинается с гласной. И вот американский вариант. На самом деле их даже три. Чёткое произношение we are. Видите, в отличие от британского у нас are появляется, вне зависимости от того, с какой буквы начинается следующее слово. We are. Это чёткий вариант. We are. Это вот обычный разговорный we are или we are. We are или we are. И то, и то будет правильно. Ну, американский английский вообще немножко более flexible. Он более не такой строгий, наверное, как английский, на мой взгляд. Как британский английский. На мой взгляд, он немножко более гибкий язык. Очень много мигрантов в Америке и, соответственно, не все там хорошо говорят по-английски. Поэтому вот, может быть, из-за этого. Итак, у нас четыре варианта. Это чёткое we are, we are и we are. Мы здесь, we are here, we are here, we are here и we are here. We are here, we are here, we are here. Вот три варианта. Чёткое. И вот повседневные речи можно использовать или тот, или тот. На самом деле, в Америке даже по регионам немножко разный диалект. Так же, как, в принципе, в России, да? В разных регионах немножечко произносят слова по-разному многие. Так и в Америке тоже. Допустим, на юге произношение совершенно другое, чем на севере. Давайте поедем дальше. Так. Ну и произношение, значит, you are. You are. Британский говорят you are. Американский you are. Разницы, если у вас не тонкий музыкальный слух, даже не будет видно. You are. И I am. I am будет в сокращенном варианте I am. I am. I am Max. I am Isabella. I am. Вот так произносится. You are, we are и I am. Так, ну здесь нам надо подставить с вами заполнить пропуск, да? Заполнить пропуск. Заполнить пропуск. Я думаю, уже все догадались, что мы здесь ставим. Что мы используем с I? Используем M. Честно. Я из... Я из Germany. Я из Germany. Это... Это мы. Мы. Я Stewart. Например, это мы. А вот здесь интересно, это вопрос. Вопрос. Попробуйте догадаться сами, что мы подставим здесь. Are. Подставим, конечно же, are. Are you from Greece? Are you from Greece? Вы из Греции? Are you from Greece? В вопросах мы всегда ставим глагол to be в начало предложения, если нет вопросительного слова. Если нет вопросительного слова, то глагол to be в начало предложения. А если есть, то после него, допустим, where are you from? Where. Вопросительное слово где или откуда. Потом идет глагол to be are you from? Вот примеры. I am right. Я прав. I am right. И вопрос будет Am I right? Прав ли я? You are hungry. You are hungry? Утверждение. Вы голодный? Are you hungry? Вопрос. Вы голодный? То есть у нас в русском языке вопрос обозначается интонацией. В английском языке это, конечно, уже само конструкцией предложения. И, в принципе, даже знак вопроса здесь можно убрать. Все равно будет понятно, что это вопрос по тому, как предложение построено. Потому что глагол to be у нас на первом месте здесь. Так, сейчас я вам предлагаю самим выбрать правильный вариант. У нас 8 предложений. Надо выбрать, какой вариант будет правильный. на это я вам отведу давайте 40 секунд. Попробуйте сделать сами. А потом посмотрим, как у вас получилось. Все, время пошло. Продолжение следует... Хорошо, я надеюсь, что у всех все получилось замечательно, потому что, ну, это ничего сложного абсолютно здесь нету. Давайте посмотрим правильные ответы. Ну, вот, значит, первое, да? I am from London in England. I am употребляется, соответственно, с I. You are Julia. А он употребляется с you. You are from France. I am William. I am from Spain. Are you from Brazil? I am Patrick. And you are Darcy. We are from New Zealand. I am Oliver. This is my friend Allison. We are from United States. We are from Russia. We speak Russian. We are from Fairland. But you are from Cambodia. Fairland. Все, проверьте себя. Все ли вы правильно сделали? Я не думаю, что тут должны возникнуть какие-то проблемы. Поехали дальше. Так, давайте прослушаем диалог. Hi, I'm Jake. What's your name? I'm Florence. Nice to meet you, Florence. Нам надо с вами сейчас будет сказать их имена. Несколько вариантов, давайте еще раз послушаем. Hi, I'm Jake. What's your name? I'm Florence. Nice to meet you, Florence. Какие имена были упомянуты? Ну, могу еще раз, давайте еще раз попросим. Hi, I'm Jake. What's your name? I'm Florence. Nice to meet you, Florence. Были упомянуты Jake and Florence. Jake and Florence. Вариант C. Давайте пойдем дальше. И у нас тут снова диалог. Давайте послушаем. Hi, Steffi. How are you? Good, thanks. And you? I'm doing great. This is Afet. Hi, Afet. Nice to meet you. Where are you from? I'm from Turkey. Давайте прослушаем еще раз. Попробуйте понять, что они говорят. Hi, Steffi. How are you? Good, thanks. And you? I'm doing great. This is Afet. Hi, Afet. Nice to meet you. Where are you from? I'm from Turkey. Хорошо. Давайте перейдем на следующий слайд. Посмотрим. Ну вот, вот этот диалог. Hi, Steffi. How are you? Good, thanks. And you? То есть привет, Steffi. Как дела? How are you? Good, thanks. Спасибо. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Хорошо. And you? И у вас. Ну, в переводе будет и ты, но по смыслу. А у тебя? I'm doing great. У меня все замечательно. This is afet. Это afet. Hi, afet. Nice to meet you. Nice to meet you. Это по смыслу приятно познакомиться. Приятно познакомиться. Hi, afet. Nice to meet you. Where are you from? Это нам знакомо. Откуда вы? I'm from Turkey. Я из Турции. Давайте прослушаем еще раз. Следите глазами за текстом и слушайте аудио. Теперь почитайте несколько раз сами. Попробуйте прочитать слух. И постарайтесь запомнить структуру и основные предложения. Давайте немножко, буквально секунд десять я оставлю этот слайд пока. Почитайте. так, ну сейчас у нас будет знакомство со странами, ну с названиями стран. Первое для кого-то наверное, да? Ну давайте посмотрим, какие страны у нас на слайде цирки, турция, да? цурки, а цирки, цирки, раша, франц, чайна, тоже часто ошибка, чина, чайна, мексико, астрелия, астрелия. Еще один вариант, который я слышал говорить, это астрелия. Все-таки надо более правильно говорить астрелия. Поехали. К следующему слайду. Сейчас прослушаем. Послушайте названия стран, я проиграю их два раза, потом на следующем слайде надо будет сделать задание. Слушаем. The United States, Canada, England, Mexico, Russia, Poland, Brazil, Algeria, Canada, Thailand, France, South Korea, Germany, Italy, Spain, Sudan, Colombia, Turkey, Australia. The United States, Canada, England, Mexico, Russia, Poland, Brazil, Algeria, Canada, Thailand, France, South Korea, Germany, Italy, Spain, Sudan, Colombia, Turkey, Australia. Хорошо. Значит, вот список стран. В принципе, я думаю, тут все понятно, ничего переводить не надо. Если у кого-то есть какие-то трудности, можно использовать переводчик. Я не вижу необходимости переводить страны здесь, которые написаны. Можно легко догадаться. ну, надо научиться их правильно произносить и как они пишутся. Запомни, да? Значит, задание такое. Сейчас будет еще раз, я проиграю, даже два раза проиграю на аудио с названиями стран. Одна страна в этом аудио не будет упомянута из тех, которые есть в списке. Наша задача эту страну найти. Да, можете взять листочек, ручку, и я прямо дам буквально давайте пять секунд, давайте десять секунд, чтобы записать. Не надо записывать название стран, можно просто буковки записать и вычеркивать по ходу того, какую страну вы слышите, да? И одна буковка должна у вас остаться не вычеркнутой. Давайте сейчас записывайте, кто, конечно, в этом заинтересован. я думаю, все справились уже. Так, я включаю аудио, проиграю его два раза подряд. Попробуйте найти ту страну, которая не упоминается в аудио и которая есть, но которой есть в списке. Еще раз. Россия, Полэнд, Бразил, Алгерия, Канада, Таиланд, Франция, Сауф-Кория, Германия, Италия, Спейн, Судан, Колумбия, Турки, Аустралия. Хорошо. Итак, Какая страна была не упомянута в аудио? Ну, это было Чили. Чили. Чили, буква L у нас не была упомянута в аудио. Ну, опять мы подошли к диалогу и сейчас надо тоже послушаем и попробуем заполнить пробелы, да? Попробуем. Давайте. Еще раз. Хорошо. Я думаю, что все поняли. Вот у нас вот этот диалог. здесь мы с вами подошли к отрицаниям. К отрицаниям I'm not French. Я не француз. Я не француз. То есть до этого у нас с вами отрицания не встречалось, сейчас мы к ним подошли. Ну, особый каких-то там в этом случае нету трудностей. Просто добавляем not, да? Ну, в британском будет not, в американском это not. I'm not from Russia, да? I am not from Russia. You are not from Russia. We are not from Russia. В общем-то, все остается то же самое, что мы уже изучали, только добавляется частичка такая I am not. Сейчас будет, ну, вот это новое задание. Нам надо заполнить пропуски. Там, где стоит плюсик, будет Positive Sentence, да? Отвердительное предложение. Где стоит минус, это будет Negative Sentence, то есть отрицательное предложение, отрицание. Давайте я, наверное, дам вам секунд сорок сделать это упражнение и потом проверим. Поехали. Субтитры создавал DimaTorzok отрицательное предложение. Так, Время вышло. Давайте смотреть, что у нас получилось. Первое за нас уже сделали. I am not from Australia. We are students. I am a teacher. You are Samuel. We are from New Zealand. We are not French. We are from Italy. You are not from Chile. You are from Brazil. You are Robert. Where are you from? We are not from Mexico. Так, хорошо. Надеюсь, все получилось. Мы поедем дальше. И мы подходим с вами уже к концу урока. Основное, как я уже говорил, мы должны научиться с вами говорить свое имя и откуда мы правильно употребляя глагол to be в правильной форме. Это была основная цель урока. Все остальное это уже был такой дополнительный материал. так же, как знаком со странами и прочее. Это не было основным. Основная цель этого урока научиться произносить, говорить свое имя, отвечать на вопрос и говорить откуда мы. И вот у нас последний слайд с диалогом. И здесь это основная тема нашего урока. Hi, I'm Mitch from the US. Hi, I'm Berta. Nice to meet you. Where you're from? I'm from Germany. Ну, я думаю, уже всем понятно. Уже, наверное, не буду я переводить. Уже в течение урока мы эти фразы с вами переводили много раз. Встречали много раз. Давайте еще раз прочитаю. Hi, I'm Mitch from the US. Hi, I'm Berta. Nice to meet you. Where are you from? I'm from Germany. Ну, вот в этих четырех предложениях на самом деле заключается основная тема нашего сегодня с вами урока. Поэтому я бы вам советовал прочитать это самим несколько раз. Я это видео выложу у себя в группе. Поэтому можно будет еще раз его просмотреть кому надо. поехали дальше. Я думаю, что каждый уже прочитал по несколько раз. Потренируйтесь. Потренируйтесь. После урока говорите свое имя. Отвечать на вопрос What's your name? Where you from? И ответить My name is I'm from. Так. Итак, на этом уроке давайте сделаем такой финальный финальный ревью обзор что мы сегодня с вами изучали. Помимо основной темы у нас были приветствия. Это аналоги русского привет но в разных вариациях. Hi Hi there Hello Hey Вот четыре варианта которые вы уже должны будете знать после этого урока. Следующее говорим своими My name My name is или My names My names Robert Вася Петя I'm years old То есть надо это называем свой возраст Допустим I'm twenty years old Американцы говорят кстати не twenty а twenty I'm twenty years old I'm forty years old I'm fifteen years old То есть просто надо поставить вот здесь многоточие цифру цифру и та которая соответствует вашему возрасту what's your name вопрос как тебя зовут или как вас зовут what's your name соответственно ответ будет my name is или my names I'm from я is I'm from we are from мы is we are from I'm not from I'm not from я не is I come from я родом is where are you from откуда вы where are you from are you from we is are you from Germany we is Germany are you from Russia yes we are no we aren't nice to meet you приятно познакомиться такой смысловое смысловой перевод how are you на слово будет как вы или как дела how are you good thanks хорошо спасибо good thanks how are you doing наиболее близкий по смыслу перевод будет русский как вы поживаете как поживаете how are you doing I'm doing great все замечательно I'm doing great ну вот и все урок на этом у нас с вами закончился когда я публикую это видео то в описании видео будет ссылка на домашнюю работу на закрепление материала если кому-то интересно пожалуйста проходите делайте задание закрепляйте проводенный материал подписывайтесь на группу чтобы все время получать видеть когда выходит новое видео и увидимся в следующий раз спасибо всего доброго пока пока